Девушки отдыхают 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 Ждали, ждали. По опыту рыбоинспекторов, что турки ставят сети на одну неделю. Они должны были прийти. Их ждали, ждали неделю, неделя прошла, нет. Дело в том, что в прошлом году, когда брали, сети простояли где-то два месяца. 70% рыбы при выборке было уже дохло. Это большой экономический ущерб, в принципе. И экология портится, и рыба дохнет. По информации заставы, видимо, она получила информацию от рыбоинспекторского судна, которая обнаружила, шхуну, которая, кстати, как говорят рыбоинспекторы, она переменно маневрировала где-то в районе выставленных сетей. Эти инспектора были на этом судне, они потом же нам рассказали. Когда шхуна увидела, что на сетях работает судно инспекторское, они сети выбирали, оно рвануло в сторону. Инспекторское судно бросило сети, чтобы, мол, думать, они подойдут. Но тут им помешал СЧС, который в том районе занимался рыбным промыслом своим. И, значит, шхуна это поняла и пошла в район других сетей, в которые заходят территориальные воды. А нам уже информация прошла, мы по тревоге снялись и полным ходом проследовали в точку обнаружения шхуны. Где-то в 40 кабельтовых, видимость была плохая, где-то кабельтовых в 40, мы ее обнаружили. И, видимо, она нас в это же время обнаружила. Мы ее взяли по радиолокации в 80 кабельтовых. А визуально мы ее обнаружили, именно это уже шхуна было видно, за 40 кабельтовых. И она, видимо, нас тоже обнаружила и сразу рванула, повернула, значит, в сторону территориальных вод. Перпендикулярно территориальным водам. Поэтому тут судить то, что у капитана инвестиционное оборудование плохое, вряд ли стоит. То есть он пытался уйти? Он пытался уйти, но он не успел уйти, потому что у нас ход все-таки большой. И мы его остановили где-то за одну милю до государственной границы, в наших водах. До берега было 11 миль. На дно высадили осмотровую группу, как обычно, и начали осматривать судно. И на основании тех фактов, которые есть, составили протокол о задержании. Задержание шхуны, как отмечал уже командир Короля, походило в соответствии с требованиями наших уходящих документов. Значит, главная задача, которая была поставлена командиром Короля на осмотр, это выявить истинные причины нахождения шхуны в нашей экономической зоне, тем более в территориальном море Украины. По данным, обнаруженным в нашей локации, и вот вы видите, это на кальке маневрирования, шхуна была задержана именно за нарушение ст. 16 закона Украины, о государственной границе Украины первоначально. Ну а потом вопрос состоял уже и в выяснении именно истинных причин с юридической точки зрения. Почему? Именно она оказалась здесь, чем она здесь занималась. Как вы понимаете, капитан Шхуны сразу же сказал, что он потерял реантировку, что у него вышел из строя локатор, хотя мы предполагаем, что он был выведен из строя умышленно. Также не работала радиостанция у него УКВ Рэй Джефферсон. Значит, у него на борту имелось один магнитный компас, один-второй компас был балован запасной, запасная радиостанция тоже не в строю лежала, значит, в салоне капитана. У него имеется также из науке сона оборудования, этот локатор Коден и Эхолот, фуруно, японского производства. Значит, в результате осмотра мы обнаружили, в общем-то, это была одна из главных задач, вот эту вешку, которую вы видели, номер 33, потому что на борту Шхуны не было ни сетей, естественно, ничего. Вы сами понимаете, что если она шла за сетями, естественно, она должна была их выбрать в нашей экономической зоне. Вот, поэтому мы считаем, что вот это вот одна из главных, в общем-то, наших задач. Мы еще должны были найти, мы пытались найти навигационную карту, но, учитывая опыт предыдущего года, когда мы также задержали Турецкие Шхуны, на многих Шхунах вообще нет навигационных карт, они не пользуются картами, они ориентируются по глубинам и ориентируются по магнитному компасу. Поэтому, значит, вот поставленные задачи, в первую очередь, вот, которые я вам уже назвал, я считаю, что мы выполнили, был составлен протокол о задержании Турецкой Шхуны, вот, и командир, говоря, принял решение Шхуну задержать в соответствии с законодательством и отконвоировать ее в ближайший открытый порт, это порт Ялта, для дальнейшего разбирательства. Естественно, передача дела в прокуратуру. В том году Турецкая страна заплатила за восстановку сетей, вот именно этой Шхуны Бараклар, 10 тысяч инвалютных рублей. Он ущерб нанес там, у него порядка 300 сетей было поставлено, и он приходил их 15 апреля выбирать прошлого года. Сейчас, по действительному законодательству, это будет рассматриваться как повторное нарушение экономической зоны, оно за свое влечет серьезные последствия. Это страф 100 тысяч инвалютных рублей или конфискация судна полностью. Поэтому, естественно, мы видим, что тяжело нам будет доказать факт преднамеренности, но я думаю, что сейчас прибудет представитель Крымчары ввода, начальник Крымчары ввода и представитель прокуратуры. Я думаю, что совместной работой мы все-таки придем к какому-то решению. Тем более, первичные документы юридической страны выполнены командиром смотровой группы, капитан признал промысел острова Змеиной, хотя мы об этом его не спрашивали, он показал здесь точку. И признал то, что он действительно манерировал здесь в Крымчары в районе, где были поставлены сети. Это уже достаточно для того, чтобы предметно разговаривать, чем сейчас вот мои офицеры непосредственно на судне занимаются. Еще раз говорю, что он боится серьезных последствий, это конфискация шхуны, может быть. Это хозяин шхуны? Это капитан шхуны, как мы слышали из разговора, это восемь братьев, они по очереди ходят в море. Вот он в том году не приходил, а приходил его брат, он и владелец, и капитан. Сейчас на шхуне два брата. Сейчас два брата. Из восьми вот это... Капитан и его младший брат. Да, он является и владелец, и капитан оновременно. Ну и тем более, видите, 46 лет бороздить Черное море и заблудиться. И, конечно, у меня вот в первую очередь возникло опасение, как можно вот с такой ошибкой. Легче было в Стамбул идти, конечно. И ближе было, чем оказаться у наших берегов. На чем они сейчас содержание находятся? Ведь они задержаны. Сейчас корабль своими силами охраняет шхуну. Сейчас, когда будут окончательно оформлены все документы, мы их посмотрим. Мы передадим под охрану контрольно-пропускному пункту Ялта пограничных войск. Остальное дело Инфлота. Будет заниматься с ними агентство Инфлота, которое здесь в Ялте есть. У капитана на пять суток провизии. Воду он имеет возможность получить. Вот сейчас он обратился с просьбой, значит, показать помощь ему заправкой дизельным топливом. Мы агентство Инфлота в известность поставим. И, естественно, за валюту он приобретет все необходимое, все, что ему нужно. Больше того, по опыту прошлого года, вот в частности, когда мы сюда приводили шхуну Чанакчеу Геуари, мы представим возможность капитану, видимо, и его помощнику связаться с Стамбулом непосредственно там, со своими близкими, родными, чтобы ни у кого не было вопросов. Но отдых на южном берегу Крыма сейчас полностью идет из его кошелька. Точно так. Из его кошелька и только за зелененький. Тут вопросов нет никаких. У него с собой деньги есть? В каком объеме? Сколько валют у него? Вы не спрашивали? Ну, учитывая то, что он госинспектору предлагал такую пачку долларов, большую и толстую, деньги у него есть. Я думаю, что он в состоянии обеспечить команду, которую набрал, и сам себя. Ну, вот как считаете, в Камышовой бухте можно было бы обеспечить такой гостеприимный прием, радушный прием турецких шхуд задержанных? Конечно, можно. Единственное, надо было только одно. Надо иметь нам одного представителя инфлота в Севастополе. И тогда вопросов нет никаких. Ведь из года в год мы занимаемся этой работой по охране рыбных запасов. Поэтому вопросов никаких здесь не будет. Камышовая с радостью примет, я так полагаю, это судно. Возможности у нас пограничные для охраны судна есть. А было бы агентство инфлота, и, естественно, город мог получать определенную, значит, часть валюты от этого, и от того, что и причал работает, и вода течет, и топливо даем, и продукты даем. Поэтому это, конечно, нужно Севастополю, наверное, агентство такое иметь в городе. Вместо остановки. Это что вы изъяли? Это изъяли судовой патент. Единственные документы, которые капитан предъявил, это судовой патент. Больше ничего не нет? Больше в нем ничего нет. Никаких навигационных документов, никаких карт. Нашли в результате обыска кусочек карты, значит, маршрут района Порта Констанция. Ну, это он вырезал просто. Он лежал очень давно, там под кроватью она вся грязная, вместе с ним параллельная линейка. И вот это вот было, да? Да, и под кроватью капитана была спрятана лента холота. Это вот этот район. Когда увидел он, что наше судно стоит, Берикс, инспекторское судно, стоит на сетях, он сразу, перед началом маневрировал, искал сети. Когда нас увидел, отвернул и пошел вместо к Румынии, как он говорит, пошел в сторону Тарханкута. То, что он говорит, что он поставил сети в Румынию и шел выбирать сети туда, в Румынию, это явная ложь, неправда, потому что, пускай у него неисправный гидролокатор, пускай неисправный радиолокатор, вот, но компас у него работает хорошо. Вот, и поскольку капитан 12 лет уже на этой шхуне работает, он практик, хорошо, образования нету. Но такую грубую ошибку, ошибиться на 180 градусов, это, скажем так, разговор в пользу бедных. Неверно. На какую рыбу собирались они, хочется, сети ставить? Сети поставлены на рыбу камбала-калкан. Это самый ценный вид рыбы, кроме осетровых, за исключением их. Вот. И вылов камбала-калкан у нас вообще на нее запрет сейчас. Значит, мы подняли бежки его, вот, когда пришли на судно. Первое, что он сделал, он взял эхограмму от эхолота, спрятал под кровать. Вот. Второе, сказал, что у него не работает локация, и что он идет в Румынию. Вот. Здесь у него на трюме обнаружили недоделанные, не до конца завершенные работы вешки, и одна готовая вешка под номером 33. Когда мы привезли свои вешки, сравнили их, вешки одна к одной. То же самое, одной рукой писано. То есть, это те вешки, которые подняли сетями? Вот эти вешки подняли сетями, а вот эта его родная. Это ту, которую взяли у него на борту? Которую взяли его на борту. Теперь дальше посмотрим. Материал один и тот же, написание цифры одной и той же. Прошито с этой стороны. Видите, зеленая нитка. Давайте посмотрим здесь. Тоже зеленая нитка. С обратной стороны белая нитка. Посмотрим здесь. Тоже белая нитка. Ну и сама постройка их. Посмотреть. Подходит полностью. Вот на этом коврике писались вот эти вот цифры на флажках. Это коврик спорта... Да-да-да, спорта турецкой шкоды, которую мы задержали. Вот оно. Они вышли 27-го из Стамбула. Я спрашиваю про сход топлива у них 60-70 литров. Я посчитал, что за это время, если они действительно так, как они говорят, и маневрировали, шторм был. У них не должно было хватить топлива сюда. Ну а так впечатление от команды, сами видите, очень, пожалуй, одна из беднейших шун. Но это не оправдывает браконьерство и работы незаконной в нашей экономической зоне вылова рыбы. Хотя они говорят, что дружба, Украина, Турция. Но закон есть закон, его надо исполнять. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...